Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня утром у нас уникальная возможность поговорить про КУДО, потому что уже менее месяца до эпохального события в истории калининградского спорта, впервые в Калининграде, во дворце спорта Янтарной, состоится Кубок России по КУДО. И сегодня с нами представитель этого уникального восточного единоборства, как мы говорим, с русской душой. Итак, сегодня с нами президент Всероссийской Федерации КУДО Роман Анашкин и президент региональной Федерации КУДО Александр Долговицкий. Доброе утро, мужчины! Итак, сразу обозначаем акценты. Уже у нас были представители КУДО в этой передаче, мы уже говорили, что будет Кубок России, но тем не менее, менее месяца до эпохального события. Так ли это? Оно правда эпохальное? Оно правда эпохальное. Дело в том, что Кубок России – это всегда третье по значимости мероприятия, и второе по значимости, вообще в году, и второе по значимости соревнований среди взрослых. А градация – чемпионат мира, чемпионат России? Чемпионат России, первенство России и потом Кубок. 29 апреля будет первенство России, ну и потом 12 мая будет вот это эпохальное событие, как вы заметили. Вот замечательно, что она проходит именно здесь, на западных окраинах нашей Родины. Вот напряженные обстановки, и мы тоже хотим внести свой такой, КУДО хочет внести свой вклад вот в такую стабилизацию, в уверенность какую-то, придание, в общем-то, всему происходящему, и я надеюсь, у нас получится. В то же самое время, это географический центр Европы, который тоже имеет определенное влияние. Люди посмотрят, приедут, я больше чем уверен, из ближайших республик, что называется. А что касаемо подготовки, что ждать бойцам? Есть ли какой-то уровень, который мы не должны, скажем так, ниже провести, или мы хотим удивить? Ну, во-первых, стоит отметить, что этот Кубок России является отборочным в состав сборной России на чемпионат мира, предстоящий в конце года, в ноябре, в начале декабря, в Японии. Соответственно, уровень бойцов должен быть достаточный. Есть ограничения по квалификации бойцов, установлено нашими правилами. Это не меньше шестого КЮ. Но, соответственно, эти бойцы должны понимать, что им будут противостоять, в том числе и действующие чемпионы мира, которые уже ожидаются на наш Кубок. Уже заявлено, можно сказать. 25 лет КУДО в России, с чем подошли к этой дате? То есть, есть ли какой-то такой, может быть, краткий, может быть, нет вывода? Да, и очень отрадно, что именно накануне 25-летия КУДО стало отдельным видом спорта. У нас Министерство спорта признало КУДО. Мы теперь отдельный вид спорта, абсолютно сепарированный от всех остальных. Это для нас уникальное достижение. Потому что я хочу сказать, что впервые даже в истории и советского, и российского спорта дисциплина одного из видов спорта стала отдельным видом спорта. То есть, такого, в принципе, раньше не было. То есть, мы здесь как-то немножко так на острие, так некой атаки. Поэтому для нас это очень отрадно и очень приятно, и очень важно. На сегодняшний день в российском КУДО 56 регионов. Вот, в общем-то, от Дальнего Востока и до самой западной точки Калининграда. И, в общем-то, я надеюсь, что количество этой географии еще будет расширяться. И мы, в общем-то, в конечном итоге охватим все регионы страны. Для того, чтобы в конечном итоге вот эта география и территориальность, она была куда накрыла своей матрицей всю остальную карту нашей Родины. Сейчас будет особо приятная минутка. Вот, какова Россия на мировой карте КУДО? Это всегда для меня приятная минутка, да. Потому что с 2005 года, в общем-то, мы были непобедимы в общекомандных зачетах на всех международных соревнованиях. С этого момента прошло. Вот на последних трех чемпионатах мира россияне как бы были впереди планеты всей. Мало того, что в 2009 году мы вообще тотально взяли все семь категорий золота. В 2014 году на последнем чемпионате мира было шесть. И то, просто двукратный чемпион мира Эдгар Калян не проиграл. Он просто не вышел на финальный поединок в связи с травмой. И у нас, в общем-то, снова. В прошлом году был Кубок мира в Мумбаи. Нас, правда, Сенсей не дал нам двух человек в каждой категории. Он сказал, по одному привозите. Японцев будет по одному, и вы по одному. Но мы все равно из семи медалей взяли четыре. Вот японцы взяли одну, так для сравнения. Ну и все остальные там по чуть-чуть. Вот поэтому для нас, в общем-то, японцы, конечно, расстраиваются, немножко ревнуют по этому поводу, что не удается пока. Вот они пытаются перенять нашу, так сказать, вот эту систему подготовки. Вот так вот. То есть японцы перенимают свой спорт. Они, знаете, они очень живо интересуются, а как вот эта преемственность создается. Как вот люди, которые приходят, молодые подростки, юноши, которые приходят, как вот удается их довести до уровня чемпионов мира, до уровня людей, вот элиты мирового кудо. Мы, в общем-то, с коллегами делимся всем. Они просто не... Ну, есть какие-то моменты, которые по менталитету немножко не проходят. То есть мы взяли все самое лучшее от японцев, от родоначальников. То есть уважение, традиции и их стойкости. Ну, стойкости у нас свои достаточно. И переложили это на менталитет победителей. На менталитет россиян, которые привыкли и стремятся к победе, к безусловной победе. Хотя сенсей, есть у него такая крылатая фраза, что если вы хотите всегда и безусловно побеждать, купите себе пистолет и учитесь стрелять. Но если вы хотите это сделать через единоборство, то вы должны прежде всего трудиться, работать над собой, над своим духом. И не всегда бывает, что он всегда с удивлением замечает, что, говорит, вы европейцы странные люди, ну вообще вот эти западные люди. Вы стремитесь, безусловно, побеждать. Хотя на самом деле мы должны четко понимать, что человек, который побеждает, лучший, он все равно изначально чуть больше, чем другие, заточен. У него чуть больше талантов, чуть больше данных каких-то, чуть больше каких-то моментов, которые ему с самого начала дают такое некое преимущество. А японцы, они все-таки ценят больше процесс, чем результат. И гармоничное развитие. И гармоничное развитие. Для них вот эти вторые, и вечно вторые, и вечно третьи, а это как раз те люди, которые над собой прежде всего много работают. И они это больше ценят. То есть главное участие для них, получается, так? Ну нет, они тоже такие заряженные на победу. Но все-таки для них вот эта внутренняя работа над собой, она, конечно, огромное значение имеет. Возвращаемся к Кубку России. Этап подготовки, насколько это тяжелая история. И есть ли уже все-таки те, кто проникся к УДО, и, может быть, вообще до этого даже не знал, что это такое, а уже готов поддержать? Конечно, провести мероприятие такого уровня достаточно нелегкая задача. Сейчас мы уходим уже практически на финишную прямую. Уже сегодня в городе появится визуальная реклама. Должна появиться визуальная реклама. Это билборды, баннеры, счеты. И, конечно, хочется поблагодарить нашего генерального спонсора Данишевского, Александра Николаевича, за помощь, которую он наказал нам неоценимую в материальном плане. И других наших спонсоров, которые участвуют. Торговую марку Спар, группа компаний Нифигаз, всех, кто участвует в нашем продвижении, компанию Сохо, они тоже оказывают так или иначе нам помощь. Хотелось бы действительно поблагодарить их. А есть ли какая-то, то есть все-таки все эти огромные компании собираются ради чего? То есть есть какой-то определенный регламент, то есть там должен быть определенный ковер, не знаю, определенный размер экран, чтобы это был Кубок России. Так получается? Конечно. Во-первых, все это прописано, даже если взять правила вида спорта КУДО, которые утверждены Минспорта России в декабре прошлого года, там есть четко прописанный раздел. Площадка для проведения соревнований. Там строго определено и размер татами, и количество судей, да, количество судейских столов. Все четко определено. Поэтому, соответственно, с нашими помощниками, с нашими организаторами мы прорабатываем все в соответствии с регламентом установленным. Четверть века КУДО в России. Что дальше? Дальше мы чуть-чуть перегруппируемся. Ну, то есть вот те задачи, как основные, которые мы уже выполнили, теперь наша задача здесь утвердится, да, потому что аккредитация проходит каждые четыре года. Вот, и нам нужно в любом случае не сбавлять тех темпов, которые мы внутри в России набрали. То есть что это значит? Это в любом случае, ну, некие такие базовые показатели. То есть количество, прирост там, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, да, продолжать достойное свое, так сказать, движение на международной арене, подтверждать постоянное лидерство и элитность российских бойцов, расширять географию, да, увеличивать количество детско-юношеских спортивных, инструкторского состава, который работает в детско-юношеских спортивных школах. Да, планов на самом деле громадье, вот, и хочется, прежде всего, конечно, это вот забота об этом молодом поколении, вот, о том, которое придет на смену. Вот, потому что если мы на сегодняшний день остановимся, не дай бог, вот именно в подборе, в отсеве, в тренировках, в привлечении вот этих молодых бойцов, то, соответственно, рано или поздно нас ждет вот этот кризис и во взрослых соревнованиях, категориях, там, да, и так далее. Вот поэтому нам ни в коем случае останавливаться нельзя, тем более огромная конкуренция на сегодняшний день среди контактных единоборств. Вот очень хотел уточнить, какую нишу вы видите для Кудо именно вот в этой богатой палитре единоборств России? Есть там тот же рукопашный бой, есть боевое самбо, которое все стараются называть национальными видами, и вот что нам нужно их развивать, только их, говорят и так. Кудо какое место в этой палитре? Ну, я, во-первых, с огромным уважением отношусь к всем своим коллегам, вот, и мы никогда не были замечены ни в каких-то дрязгах по этому поводу, вот, поэтому, то есть мы, и прежде всего, конечно, к профессионализму этих людей, то есть огромное уважение, вот, но я думаю, что, знаете, все же развивается, да, и сегодня там одни тенденции, и одна, так сказать, ну, интерес к одним видам спорта, там, где-то более контактным, более каким-то таким открытым, более агрессивным, там, да, как ММА, там, да, как, там, допустим, ну, контактное единоборство, которое у нас там, тайский бокс, там, да, который смотрибельный кикбоксинг, там, да, тот же рукопашный бой, он, в общем-то, ведомственный, им немножко проще, их всегда поддерживали, ведомство, им было проще, вот, да, всем остальным, конечно, как бы так, напряженно. Чем лучше, больше разнообразия, тем лучше, в общем, так? Это однозначно, то есть вот, и чем больше у людей, у людей, у простых, у обывателей, у тех, кто готов привезти своих детей, которые готовы заниматься сами, чем больше у них будет выборка, да, тем лучше, ну, куда, чем отличается, на мой взгляд, там, да, от многих, от большинства, у нас, во-первых, максимальный набор технических техник, которые защиты и нападения, вот, плюс это, в общем-то, безопасно, ну, как это возможно в контактном стиле, предельно безопасно, да, с тем, что у нас не бывает, там, сломанных носов, там, выбитых зубов, у нас спортсмены с человеческими лицами, ну, так, по-хорошему, вот, естественно, вот это вот, большое наличие этих техник, оно постоянно тренирует человека не только в плане спорта, но и даже те люди, которые приходят, ну, обыватели, да, это полезно им и для их жизни, для их работы, для их реализации себя, да, то есть мы, с одной стороны, вот, поддерживаем вот эту самореализацию взрослого населения, а, с другой стороны, поставимся как-то немножко в некие рамки завести вот эту турбулентную молодежь, вот, чтобы она окончательно не ушла, так сказать, в гаджеты, чтобы она окончательно в виртуальный мир не перейдала, чтобы все-таки вот этот контакт, он оставался, это очень важно. И не случайно главный девиз КУДО, КУДО реальнее только жизнь. Итак, сегодня мы говорили об этом прекрасном и самобытном единоборстве, которое уже через меньше, чем через месяц будет представлено в Калининграде. Кубок России по КУДО пройдет именно здесь, в главной чаше дворца спорта Янтарной. Сегодня об этом нам рассказали президент Национальной Федерации КУДО Роман Анашкин, президент региональной Федерации КУДО Александр Долговицкий. Это рубрика «Вне игры» сегодня утром, и каждый вторник и четверг мы говорим о калининградском, российском и мировом спорте.